Приготовление борщ стоя попеременно в суперсете с жаркой котлет сидя. Я вообще сегодня просто в тупике в творческом. Не знаю, что ответить Саше. Ты не был на месте девушек? Слава Богу! Умение сесть на уши, оно здорово отличается от знаний. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы пришли в гости к монстру мышечной массы, маэстро Боли. Какие там еще и пить, это не знаю. Сегодня, кстати, мы проверим, так это или нет на самом деле. Пришли мы в гости к Александру Щукину. Ну, с монстру мышечной массы, ты погорячилась. Привет, друзья! Ко мне пришли девчата, чтобы подкачать свои ягобицепсы. Так мы еще пришли, Саша, не просто подкачаться. Так вот зовут Зинзинаима Руденко, да? И Екатерина Кузовкова, да? Братан! Мы пришли в зал Д-Атлетик на Науке 71. Да, сегодня мы занимаемся. Нашему хорошему товарищу, капитану Кировичу, Дмитрию. Мы стараемся уменьшить количество подкожного жира, при этом почти не сидим на диете. Я немного хотел бы провести такого воспитательного диалога по поводу спортивного питания. Есть два лагеря, скажем так, спортсменов и вообще, ну, обывателей, да, которые против спортивного питания и которые за. Да, ну, разумеется, я за, потому что у меня есть такая возможность, меня спонсоры датируют спортивным питанием. Ну и здесь не только вот эта обязанность рекламы, да, моя, да, но и, скажем так, мне в тренировках спортпит очень помогает, особенно до и после тренировки, да. Почему? Ну, во-первых, я тренируюсь достаточно интенсивно и по мере того, как я прихожу в зал, если я плотно поел, да, меня, конечно, блевать тянет, если я плотненько покушал, да. А если я поел часа за три твердой пищи и где-нибудь за час выпил коктейльчик протеиновый, БЦА, да, то интенсивность хорошую я себе могу позволить, потому что это быстренько все переварится, усвоится, и аминокислоты поступят к крови в большом количестве. Так, ну... Вот что нам сейчас выпить, скажи, чтобы у нас жиросжигающий эффект был, да. Ну, или карнитинчик, в принципе. Если карнитин и БЦА. На самом деле все можно жахнуть, да, но вот протеин бы я бы выпил минут за 45, за 30. Почему разновременные рамки, опять же, все зависит от пищеварительной системы человека, от количества ферментов, которые уделяются, от состояния здоровья печени, поджелудочной железы и многих других факторов. Их, правда, очень и очень много. Разводишь на молоке, Саша, протеин или на воде? Потому что тренера мужчины очень часто говорят своим девушкам, худеньким, подопечным, говорят, вот чтобы тебе набрать мышечную массу, разводи на молочке с бананом. Хотите, скажем так, пить на молоке сыворотку? Да пейте, кто вам это не мешает? Мне вот тоже по кайфу на молочке, да. Я вот молочку вообще отлично переношу. Творог полкилограмма на ночь, прот на молоке. У меня еще, это, моя курочка дома готовит все вот эти, там, скажем, мороженое, там, пироги, вот все, все. Ну, сейчас это видно с выпечкой. Ну, может, еще маргарину туда жахнуть. Не, маргарина нет, конечно. Все исключительно здоровое, да. И все на молоке. Объясню, почему я вот, ну, за молоко. У меня, я, конечно, пообещал тебе не материться, но слова близкие к этому буду использовать. Дно с молока не срывает. Но, как кальций в натуральном виде, Зин, он что, он значительно лучше усваивается, нежели, чем вот это синтетический. Ну, сколько вот с таблетки этого синтетического кальций усвоится? Ну, дай бог процентов 5 или 3, да. Поэтому все это, опять же, деньги на унитаз, на унитаз, на унитаз. Возвращаясь к твоему вопросу по поводу бананов и молока. Бананов, молока и молочки для девушек, ты знаешь, это на самом деле камень преткновения. Потому что некоторые очень, как сказать, очень известные гуру, да, в нашем, так скажем, спорте. И говорят, что вообще молочное от него заливает, целлюлит формируется и т.д. и т.п. И девушкам, как бы, лучше на сушке, ну, на похудении молочное исключать. Ну, это не мое мнение. Я тебе так скажу. Я не исключаю, но так говорят. Я не сторонник исключать молочку на сушке, да. Почему низкожирное или обезжиренное молоко? Да почему нет-то? Я только за. Ну, что? За лактозой. Ну, ничего, за пару недель отмени, да и все. Зато суставы, ну, весь опородвигательный аппарат будет себя лучше чувствовать. В том числе зубы, кости. Зубы, что? В последнюю очередь кальций получают, да. Потому что десна в последнюю очередь подают кальций именно к зубам. У меня вот после двух сушек подряд, все, блин, помбы все нафиг повылетали, зубы подкрашиваться стали. Почему? Потому что вот слушал таких псевдогуру, отключал молочку полностью на сушке. На самом деле, я так скажу. Вот 95% тренеров в зале, вот надо брать хорошую метлу, такую здоровую, пороже бить и гнать из зала. Потому что они ничего этого толком не знают, да. Получили вот этих корочек, да, в переулке. Это еще хорошо, если они в нормальном месте получили, да, вот в дипломированном, да. Действительно, целая школа такая, которая считает, американская, кстати, школа, считает, что на жиросжигании надо отключать молочку, потому что она очень сильно тормозит липолиз. Вот. И я как бы как раз не отношу себя к этой школе. Да нет. Зин, я считаю это как бы индивидуально, надо пробовать. Что мешает неделю убрать, неделю оставить молочку, да. Ну, даже две добавить, две убрать, там, допустим, в межсезон. Не посмотреть, как заливать, не заливать. Блин, не от этого заливает, черт побери. Заливает, скажем так, от немного некоррентных референсных значений гормонов, да. Допустим, у тебя там пролоктин вообще бабахнул со страдиолом, да. Тогда подзалило, да. Или почки это хуже работают, да. Тогда подзалило, разумеется. Все от состояния здоровья зависит, а не от конкретного какого-то компонента молочки. Это все, знаешь, настолько поверхностные знания, вот когда люди говорят, о, не ешь бананы, растолстеешь. Ты все тупорылые уроды. Читать всем больше надо. Девчатам я посоветовал выпить БЦА. Что это? Элицин из элицин и валин, 3 аминокислоты, да. Илькарнитинчик для лучшего сжигания. Ну, девчатам я посоветовал бы грамма 3-5. Что, саданем? Так мы же спортсмены, чем больше, тем лучше. Хотел у тебя воду долить, иначе будет очень концентрировано. Ой, неплохо, неплохо, я сладенькое люблю. Напоминает фанту. Пьем эликарнитин со вкусом лимон-лайм. Ой, это выпила, присела, аж башку дала. Хороший спортсмен. В канун женского дня, можно сказать, пришли к брутальному спортсмену, к брутальному мужчине для того, чтобы похорошеть к 8 марта. Самое лучшее упражнение, самое лучшее, одно. Приготовление борщ стоя попеременно в суперсете с жаркой котлет сидя. Я вообще сегодня просто в тупике, в творческом. Не знаю, что ответить Саше. О-хо-хо. В нашем прошлом ролике, когда Костя тренировал Зину на меня, вернее, наши плечи, мы объявили конкурс. Я выбрала, на мой взгляд, самый интересный вопрос. На мой взгляд, потому что я девушка, наверное, и меня этот вопрос тоже очень волнует. Вопрос от Ксении Сергеевой. Вопрос был задан на нашем канале. Можно ли хорошо похудеть, постоянно не считая БЖО, а просто придерживаясь правил здорового питания? Вот, дорогая Ксения, собственно, конечно, можно. Но вопрос похудеть хорошо, да, это какой-то такой неконкретный вопрос. Надо, да, определиться сначала с весом, насколько нам надо похудеть, какую цель мы перед собой ставим. И, конечно же, изначально рассчитывается БЖО. Потом уже, да, постоянно не рассчитывается. Ты считаешь, что БЖО? Нет, оно у меня уже интуитивно. Вот, и у меня тоже на подготовке, на последних соревнованиях я вообще ничего не считала, честно, потому что на первоначальном этапе, когда вы свой дневник питания ведете, вы уже, да, знаете, сколько там на 100 грамм риса, допустим, приходится углеводов, сколько на 100 грамм грудки приходится белка. И тем самым вы уже, наверное, интуитивно, да, как-то чувствуете... Но на начальном этапе, я думаю, что считать стоит. На начальном этапе. На начальном этапе стоит. А затем уже, да, получается, это как-то все интуитивно получается. Поэтому можно, можно худеть. Постоянно не считая БЖО. Я вот, честно, ничего сейчас вот тоже пытаюсь подсушиться. Немножечко все-таки к весне и к лету. Я ничего не считаю, потому что уже как-то в привычку вошло. И уже знаю, где сколько белка, жиров и углеводов. А Ксении мы вручаем за ее интересный вопрос вот такой замечательный пакетик протеина от RPS Nutrition. Со вкусом лесные ягоды. Мы пришли к моему любимому станочку. Это стойки. В каждом нормальном, правильном зале есть стойки. Одни, 20 или 10. Но стойки должны быть, разумеется. Как я считаю, в любом случае должны быть приседания. Если нет, скажем так, наказания врача, якобы, что нельзя делать осевую нагрузку или можно и так далее, да. Но, скажем так, 99,9 в периоде, что показано приседание человеку. Даже если там варикоз, какие-то проблемы опорно-двигательного аппарата. Другое дело, что веса, с которыми занимается девушка, в том числе, будут другими, разумеется, если есть проблемы. Почему именно, скажем так, приседание? Приседание – это базовое упражнение, в котором человек большое количество калорий тратит. То есть, что оно? Энергоемкое. Я бы посоветовал или вы циклируете нагрузки, да, то есть на одной, допустим, медленно сокращающейся волокна, на другой гликолитические, на другой быстро сокращающиеся волокна исключительно, да, или высокопороковые. Почему? Потому что это новый стимул к росту, новые, скажем так, возможности организма появятся, да, и потенциал к росту, скажем так. Почему это принято считать, что если делаешь много повторений, только тогда жир ржется? Это все фигня. Быстро сокращающиеся волокна значительно дольше восстанавливаются. Им надо больше резервов восстановления, нежели чем окислительным волокном. А что насчет того, что от приседаний будет увеличиваться окружность талии, да, будут расти квадрицепсы, а ягодицы и бицепс бедра не получат нагрузки, и так остаться дохлыми и доразвитыми. Я постараюсь реально лаконично ответить. По поводу, скажем так, талии. Почему такой стереотип бытует? Потому что развиваются корсетные мышцы, которые нам помогают что? Стабилизировать корпус. Совершенно верно, Зимочка. Но можно себя обезопасить, защититься, предохраниться. Ну и как вы там еще извратитесь. Одев пояс, скажем так, если вы боитесь этого, да? Одев пояс. А эта боязнь-то обоснованная или нет, ты скажи? Вот я считаю, что она не очень обоснованная. Ну, я думаю, если девушка не приседает там более своих там двух рабочих весов, то в принципе особо-то париться на этот счет не стоит. Мне тоже так кажется. Я, например, не видела... Ну, у тебя же узкая талия. Ты приседаешь, приседаешь. Я приседаю. Я вообще, честно говоря, я не видела людей, у которых так сильно прямо разрослась талия, что, боже мой, вот наприседали-то талию, я что-то таких не видела. Это больше генетический момент. Если вам суждено, скажем так, ходить там с талией с такой, да, ну, усритесь, ничего не сделаете с ним, да? Это все зависит от таза, от ребер, насколько они далеко от таза расположены. То есть от анатомических особенностей. Другое дело, бодибилдинг, телостроительство, это что? Спорт иллюзии. Можно создать иллюзию, допустим, сделать плечи пошире, да? Сделать, не знаю, там, пресс более подтянутым, грудную клетку, широчайший, развитый, да? За счет этого визуально талия будет уже казаться. Вот в чем прикол. Блин, как-то так мочу на пакет. Сейчас нам Катя покажет, как она исполняет. Катя решила подложить под пятки блины, да, потому что у нее не тянется, да? Вот, смотрите, в принципе, ну, да-да-да, приседай, не буду пока трещать. Я не скажу, что у нее критичные ошибки, у нее есть некие анатомические особенности. То есть, блинный остопник не тянется, как она говорит, да? Вот, я посоветовал ей что? Чуть-чуть попробовать развести ноги в стороны, носочки, да? И тем самым у нее не будет как бы клевать крестец. Знаете, как пчела так жалит, то есть, скругляет крестец. Да, вот не надо этого. Вот так вот скругляется позвоночник под весом. Так как площадь соприкосновения меньше, стало быть, из курса физики у нас что? Давление больше на межпозвоночные диски. Уже с нормальным, хорошим весом ты, если будешь приседать, будет уже, конечно, травма. Да, смотри, попробуй пошире, главное носочки разведи. Ведь что, ребят, самое главное, это что? Это чтобы у нас колени шли по, правильно, по линии носков. Давай. Во, 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 видите, уже не так круглицем. А насколько глубоко приседать? Насколько глубоко, насколько это можно. Вот, вот чем глубже, тем лучше. Во, вообще не шляп. Попробуй пониже сядь. Во, 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 во. Я бы посоветовал, скажем так, экстензии ног, да, при неподвижном корпусе. То есть, скажем так, корпус вот, а ноги поднимаем, да. То есть, это как раз вот регион, как это крепление, разгибатели вот к рису, да. Вариаций существует его очень много. Можно с прямыми руками приседать, вытянутыми, да. Можно фронтально приседать. Фронтально, это, скажем, со штангой на груди. Можно в узкой постановке ног, в широкой постановке ног. Ну, не знаю, там. А как лучше для гигатичной? На самом деле, Зин, опять же, все это стереотип. И опять же, у каждого человека разное прикрепление, мышц, строение. И вот, если я отвечу, вот, приседайте широко, так больше задницы попадет. Это ответ дилетанта и чмушника. Надо смотреть каждого человека в частности. Давай, смотри на частности. Так, теперь смотрят меня в частности. Я бы попросил тебя попробовать пониже присесть. Вот, максимально ниже. Да еще ниже можно. Вот так, чтобы этот, попок поцеловало пол надо. То есть, приседать. Так, во-во-во, вот так вот так. И смотрите, опять же, у нее не так сильно колени выходит, да вообще не выходит за, скажем так, за уровень носков, да? То есть, это что? Когда у вас сильно колени выходят за носок, это вот что? Нагрузка губительная для кресообразной связки. Вот это вообще хана коленям. Ты что? Ты видишь, у тебя коленный сустав внутрь идет. То есть, ты наоборот, колени раздавливаешь по сторонам, вот, чтобы колено шло по этому, по ступне, вот. Надо, опять же, на ощущения ориентироваться. Если ты чувствуешь больше задницу, значит, ты в задницу присоединяешься. Если чувствуешь квадрицепс, значит, квадрицепс. По ощущениям. Ну, что может быть проще? Присядьте там 50 раз, да, с пустым грифом. Если вы почувствовали, что в квадрицепс больше попадаете, Стало быть, поменяйте стойку, если вам надо. Ну, это же самое простое. Не чувствуйте упражнение, сделайте его там с минимальным каким-то весом, да. Стало быть, вы сразу почувствуете целевую мышечную группу. Не надо сразу рабочее делать. Прочувствовали с пустым грифом, да. Для себя определили нужный вариант. Вот. Ес. Сегодня низи научитель, сегодня моя. Саша, огромная проблема, на самом деле, я это скажу за половину человечества, что чувствовать рабочую мышцу, вот честно тебе могу сказать, что у женщин очень плохо получается. Это даже со стажем тренинга не приходит. У меня очень большой стаж тренинга. Я тебе хочу сказать, что чувствовать рабочие мышцы наверху корпуса, я до сих пор их не чувствую, ну, все. Просто вот иногда, как сказать, даже не ментальная концентрация вообще ничего не помогает. Я, наоборот, не чувствую мышцы в ногах, да, вот отдельные ягодицы, только вот боль на второй, на третий день. Вот когда я выполняю упражнение, я не скажу, что я очень ощущаю. А верх, наоборот, очень хорошо чувствую. Надо уметь чувствовать мышцу. Если вы ее не чувствуете, ну, блин, ну, сделайте другого рода подход к тренировкам. Больше статики добавьте, больше повторений, да, чтобы прожгло как следует мышцу. Возможно так. Делайте пиковое сокращение. Ну, что может быть проще? Не чувствуешь? Да поставь ты вес поменьше. Ты помедленнее вниз, опускайся, не торопись, не торопись. О, ништяк. И главное дышим, мы не аквалангисты, мы бодибилдеры. Зина, попробуй помедленнее. А у меня очень трудно с помедленнее, вообще ли не я? Нет, вниз хотя бы. Вниз там, раз, два, три. Так, второе по важности упражнения, скажем так, я считаю тягу, становая тяга. Вариантов ее исполнения много. Есть классическая, да, есть на прямых ногах, есть тяга сумо. И вариации такие, в ограниченной амплитуде, в удлиненной амплитуде. Что это значит, удлиненная амплитуда? Вы можете тянуть с опоры, да, как будто вы тянете из ямы. Вы можете тянуть в ограниченной амплитуде, то есть ставя ограничители какие-то, да. И, грубо говоря, у вас будет ограниченная амплитуда, допустим, от уровня коленей и вверх, да. При этом прорабатывается больше там низ спины. Если же вы тянете с нижней позиции, да, когда опускаете ниже штангу, работает преимущественно... Ну, не преимущественно, работает в большей мере бицепс бедра и годится. Потому что первое движение все-таки идет ногами, потом уже вы доводите спиной. Я бы посоветовал, да, в тягах одевать пояс при работе с нормальными весами вашими рабочими. Зина тянет в узкой постановке ног. Сейчас обратите внимание, да. Вот. Это тяга на бицепс бедра акцентрированная. Хоть ты показываешь, правильно? Да. Ништяк. Видите, самое главное, что в тяге на бицепс бедра? Да, отводить задницу максимально назад. Вот, зине можно пополать, дать небольшой результат, чуть-чуть подальше отводить. Так будет лучше бицепс бедра растягиваться. Даже не столько важно низко опустить, сколько таз дальше отвести. Ништяк, ништяк. Начинающим, да, кто еще не освоил технику, кто не получил вот эту правильную иннервацию мышц, скажем так, да. Ну, не понял работу целевой мышечной группы. Я бы посоветовал с большого диапазона повторения начинать, да. Как только вы научитесь чувствовать, можно уже, разумеется, меньше 10-8 повторений пробовать, да. Почему? Потому что, во-первых, если вы не чувствуете мышцы, вы можете получить травму. Во-вторых, опорно-двигательный аппарат будет страдать. Я бы чуть-чуть больше наклонился в твоем случае вперед, вот. Не совсем, знаешь, как на унитаз садишься. Вот, давай, давай. Во-о-о-о. Да-да-да-да-да-да. Здесь потому что длины большие, наверное. Вот, а так просто и в Катином случае нагрузку эту квадр будут еще отнимать. А как это-то подобие некое приседа делает. А нам же совсем другие мышечные группы интересуют в этом движении. Так, и медленно Катя перешла на что? На ягобитцевсы, да, акцентированных. А попробуй чуть-чуть ограничить амплитуду, да. Вот, и вниз, и до касания пола. Вот. Чувствуешь, нагрузка немного другая, да. И больше в задницу попадается ягодица. Кстати, да. Кстати, да. Ну что, ставим штангу на место, да. Чаще всего проблема, как ты сказал, да, у девушек горб. То есть, повышенный кифоз грудного отдела. То есть, почему? Потому что у нас, это, савдеповские учителя, не все это билят детей, да, за то, что они, это, круглятся, да, во время учебы. Поэтому все со школы, вот эта блевотина пошла. Горбатые, кривые. А там уже, этот, изощемление нервных отростков, да, там и органы хуже внутренней секреции работают, из-за того, что горбатые все ходят. Как, знаешь, как это, в шахтат на фигура лошадь такая идет, конь, блядь, не девушка, а конь, знаешь, горбатый. Я вот к этому отношусь, это, знаешь, как дизайнер мышечных волокон, блин, вот так, да. То есть, знаешь, есть вот хреновые телостроители. Это как, знаешь, вот скульптор, липит фигуру, да. Вот хреновый скульптор, да, берет глины, да, вот так в руки, и так кидает. Ну, на скульптуру там, как прилетело там на жопу, вот так, о-о-о, блин, прилетело глины кусок там на сиську, о-о-о, а рук нифига нету, да. Надо же это, знаешь, так красиво так выгравить плечи там, руки, да. Возможно, я там не гипермассивный, да, но я фанатично к этому подхожу. Чем бог наделил, да, там, отстает то-сё, и я вот стараюсь вытачивать. Смотрите, у нас Саша дрища, да. Дрища жирного. Вот насчет разведения, да, и вот я тоже делаю разведения на ягодице. Почему? Потому что на разогреве их надо тоже прочувствовать там и так далее. Чтобы, допустим, перед приседаниями, ну, не травмироваться, потому что ягодица, она тоже должна включаться во время приседаний, тех же, сжимных ногами. Я первый раз услышала от тренера мужчины, что надо делать предварительное утомление перед базовыми движениями. Я постоянно использую, скажем так, принцип предварительного утомления, потому что, ну, мне реально нравится. Возможно, я не в усмерть убиваюсь, да, на предварительном утомлении, но, по крайней мере, первое, риск травмы значительно ниже, да, когда у вас мышца разогретая, да, целевая, и она уже более утомленная. Во-вторых, рабочие веса немножко ниже, но, скажем так, вы попадаете больше именно в рабочую мышцу. Вот опять же, если вы не можете сконцентрироваться в базовом движении, ну, допустим, на груди, да, сделайте кроссовер, там, не знаю, повторений, там, на 500, да, на образ на 500, повторений на 20, 30, 40, там, не знаю, там, чтобы максимально кровью наполнить ее, и уже будете сжать, да, грудь будет слабым звеном, и вы больше будете чувствовать, да, она кровью наполненная, она уже будет ничто толкать. Зина, на самом деле, сейчас тянет груди в рядцы, вы можете за спину тянуть, да, но я бы, если честно, немножко посоветовал пиковое сокращение сделать, да, чтобы лучше прочувствовать. Как раз Зина говорит, что она нифига не чувствует вверх. Куда разогналась? Это я всегда делаю вверх. Чуть-чуть-чуть-чуть. Давайте сегодня посмотрим, как Зина немножко изменит тренировку. она будет делать медленно. Вот смотрите, сейчас мы будем отпускать, ну, в Зинином случае, там, секунд пять, а притягивать секунды полторы-две, то есть на растяжение долго, да? Вот, сокращаем. Не-не, смотри. Вот давай-давай, поехали. Раз, два и раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Раз, вот. Подожди, подожди, тихо-тихо-тихо-тихо. Давай локти вот так выведем чуть-чуть вперед, чтобы бицепсы задней от дельта меньше работали. Да, хорошо, давай. Да-да-да. И он боролся, рассеясь назад. Работаем. Давай. Вот, помедленнее отпускай. Чутка помедленнее. Вот. Не надо полностью его вытягивать в твоем случае. Сейчас объясню, почему. Ладно, достаточно. Быстро отпускай, на самом деле. Почему я бы посоветовал Зине полностью не отпускать, не растягивать? Почему? Потому что, такой момент, Зина говорит, что хреново вверх чувствует, да? А как только ты растянешь, да, у тебя, грубо говоря, первая фаза движения, ну, в твоем случае, скорее всего, будет какая, грубо, бицепсом задней дельты, не широчайшей, да? Потому что ты мышцы не чувствуешь, она выключается у тебя в конце, да? Поэтому я бы тебе посоветовал, чтобы кровь постоянно не покидала целевую мышечную группу, да, верха. То есть, немножко ограничить амплитуду, скажем, там, 4 пятых амплитуды, да? Вот. Во, 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 во. Пикани, пикани. Пикани, вот. Почему это, опять же, пиковое сокращение иной раз полезно делать? Даже не для того, чтобы вы лучше прочувствовали мышцы, да? А для того, чтобы дефиниция мышц немного другая была. То есть, более поражатая мышечная группа, да, то есть, рельеф, там, все дела. Возвращаясь к этому движению, надо что? Надо экспериментировать. Как в сексе экспериментировать. Ну, далеко не выходить. То есть, не надо в крайности, там, это вот, идти, да? То есть, такой хват, такой хват, такой хват, обратное положение рук, параллельное. Постоянно разнообразьте нагрузку. То есть, такой хват поможет, если вы отклонитесь назад, больше широчайший внизу зацепить, да? Скажем, такой хват, больше круглый, малый круглый, там, большую круглый, да? Там, больше трапециевидный, ромбовидный, да? То есть, в той или иной мере, какой-то определенный сегмент будет получать больше нагрузки, нежели чем другой, да? Но, тем не менее, полностью, допустим, широчайший, вы уже не выключите. А на какое количество повторений выходить в последнем подходе? Ну, нет определенного, знаешь, такого понятия. Вот делай по 6, по 8, это знаешь, как, а, блин, дебил, и знаешь, вот так вот охарактеризовать, а? Примерно, примерно, хоть обозначь. Понимаешь, народ, в основном, 20-25 повторений делает. Нет, это на самом деле бред. Я бы посоветовал, да, разминайтесь 20-25, потом переходите в 12-15, там, банально. И вот 10-8, там, крайние подходы можно сделать. Не люблю слово последний, потому что последний все, значит, труба. Крайний. Просто хотела сказать, что, знаешь, обычно девушки говорят так, мне не нужна мышечная масса, мне нужен только тонус пресловутый. Это все дебилизм, на самом деле, полный. От количества повторений не будет зависеть, там, это, так кардинально. Прирост мышечной массы, можно и на 20 повторений разрастись. Все будет зависеть от того, какая ваша диета. А ты знаешь людей, которые разрослись на 20 повторениях, Саша? Кай Грин. Посмотри, вот тренировки, у него везде большой диапазон повторений. В межсезонье, на сушке, этот, да? Все приседания, жимы. Обрати внимание, он в большом диапазоне повторений тренируется. Ну и в малом в том числе. Я в большом диапазоне повторений тренируюсь. И могу тебе сказать, я не хуже с большого диапазона повторений, раз то, чем с малого. К примеру, ноги, если когда я приседал, там, по 100 повторений, знаешь, в подходе, они лучше росли. Не только эта, дефиниция лучше, но и рост, гипертрофия. Все это, знаешь, мифы о том, что если там 100 повторений сделаешь, там, скажем так, у тебя мышцы сожгутся, да фигня это все. Знакомые есть, у которых нет возможности, там, штангу большим весом сжать, да? Отжимаются по 200 раз, по 500, да? И что, у них хорошие грудные, растут они, да? То есть прогрессия нагрузки, вот основной ключ к росту. И калорийность рационно повышенная. То есть вы должны тратить меньше, чем получаете. Тогда у вас будет рост мощной массы. Если вы хотите худеть, вы должны тратить больше, чем получать. Вот самых два простых постулата. Ну куда проще, по-моему, дебилу, понятно. Нет этот, вы можете и на трех повторениях, и на шести худеть. Самое главное, диета. Тут же вот кроссфит, да? Они сердцем большинство дрочат, реально. Дрочат по-черному. То есть работа, моторика, сердце может намного ухудшаться. Есть куча у меня знакомых, которые получили тахикардию, блин, этот. Почему? Почему вот групповые занятия, это шляпа? Почему? Ну, я выразился, скажем так, по-босяцки. Почему это, я считаю, весьма некорректно к определенному человеку? Потому что собирают вот это стадо, да? Я не хочу опять же обидеть людей, которые ходят, да? Ну, собирают. И не занимаются с каждым индивидуальной. А там возрастная группа разная. Там ходит, там, тёлка, там, 15 лет. И там бабка 60 лет. И у них везде у всех одинаковый темп. Несмотря на то, что тот же пульс и жиросжигание у них разный. Хрен с ним возраст. Состояние здоровья, вес, жировой процент, жировой прослойки, скажем так. Индивидуальные особенности организма. Диета у каждого разная. И вот это всех в одно стадо и по одной программе. Одна программа на всех. Как, знаешь, вычитал в интернете и всё, бомби, блин, по ней. А у пацана жопа шире, чем плечи. А он приседает ещё с ума, блин, да? Поэтому я считаю, это весьма некорректно. Лучше, да, возможно, не каждому по карману с тренером заниматься. Но, скажем так, это намного продуктивнее. Там, пять, скажем так же, персоналок с грамотным, опять же, блин, с грамотным специалистом. Не с чумом каким-то там, журнальным, да? А с грамотным специалистом. Это куда продуктивнее пять персоналов взять, нежели чем, блин, 10 лет отходить, продрочить на этом говнофитнесе, да? Да, пусть я так выражаюсь, да? Но я, возможно, вот этим всем достучусь до людей. Они, скажем так, сохранят свои деньги и здоровье в том числе. Посмотрят наш ролик и скажут, всё, Саша, мы хотим тренироваться конкретно с тобой. Ты им скажешь, тренироваться на любое количество повторений? Нет, я буду каждого рассматривать индивидуально. Конкретно мы с Катей к тебе пришли. На какое количество повторений нам качать спину? Это мы уже решим в процессе тренировки. Сначала с маленькими весами посмотрим. Я буду задавать вопросы по ходу. Чувствуешь ты мышцу или нет, да? Не чувствуешь. Значит, ещё 10 подходов, да? Ну, образно так. Понимаешь, такие вопросы, они слишком общие и поверхностные. Мне сложно, знаешь, от балды что-то сказать. 20 повторений, 30. Это реально колхозник будет, так говорить. Который там полтора дня в тренажерном зале потренировался, 32 место занял там на городе, да? Человек, который вот хочет реально помочь другому, да? В плане достижения результата, он более глубоко будет расследовать его, да? То есть будет интересоваться, чувствуешь мышцу, не чувствуешь. Как спина там, болит, не болит, да? Вот. Куча вопросов должно быть наводячих, чтобы дойти до сути, понимаешь? Нет вот этого, делай 20, и у тебя, блин, жир сгорит. Да ни хрена. Всё зависит от миллиона факторов. Полные девушки приходят в зал, начинают, например, приседать и делать станговую, да? То, что мы сегодня с Катей делали. А им тренер дословно говорит, ты что, делаешь приседания? Ты что, хочешь нарастить себе объёмы ног? У тебя вот на это твой жир, ещё сейчас и мышцы нарастут. Дословно цитирую тренера очень крупного спортклуба. На эти, на этот жир, ещё и мышцы нарастут сверху. И ты будешь ещё объёмнее и жирнее казаться. Возвращаясь, скажем так, к некомпетентным специалистам, лучше к таким не ходить. Опять же, внешний вид, как правило, как правило, да, там, и заслуги тренера в спорте, возможно, он там, ну, уже такой возрастный человек, да? Ну, не выглядит, как кетч, там, так выступающий, да? Но, тем не менее, там, выступал в своё время, много у него, там, подопечных, там, показывающих хороший результат. Это, разумеется, визитная карточка такого тренера. Если он с горы, да, ну, одно слово, горы, да? И там, этот, псевдо какие-то методики продаёт, да? Какие-то упражнения эквилибрические такие, знаешь, там, подъём с сальто, там, да, там, жим головой вниз, там, да, на ушах, да? Ну, конечно, такого тренера надо стороной обходить, да, там, очертить вокруг него мелом круг, да, там, и распять ему, выгонять, да, из зала. Ну, разумеется, ну, блин, головой люди многие не думают просто, иду к чёрте кому, блин. Опять же, почему... Нет, а девушки, Саша, они вообще боятся брутальным качком, я серьёзно говорю. Это очень неправильно. Ты знаешь, сколько мне понадобилось лет, нет, хорошо, у меня ещё дедушка. Чтобы стать брутальным качком. Да нет, у меня дедушка и отец спортивные были, и у меня такой боязни нет. Но вообще я от очень многих слышала, что вообще страшно подходить к крупному бодибилдеру, как бы к тренеру. Я в курсе. Потому что реально они думают, что он будет тренировать так, что я стану такой же, понимаешь, как ты. То есть я к тебе приду тренироваться, и, блин, через год такая же. Почему не стоит бояться? И почему люди выбирают точного тренера, понимаешь? Ну почему вот он выбирает? Даже не с этой точки зрения. Нет, я могу объяснить. А гораздо проще. Нет, я могу объяснить. С точки зрения женщин, почему она выбирает более, так скажем, менее массивного, да? Более дрещеногого. Ну потому что не так страшно с ним общаться, реально. Не так страшно. Да все намного проще, на самом деле, почитать учебник психологии. Человеку будет более комфортная среда, скажем так, ну своя комфортная среда, вот это вот обитание, да? Он будет, скажем так, ну дрещеный шпришел такой, да? Ему чуть-чуть побольше дрещен будет более комфортно, чем там, скажем так, какой-нибудь альфач там на курсе сидит, шприц и жопа не вынимает. Не вынимает, он бородатый, накачанный, конечно. Подожди, а у женщин наоборот. Мы же наоборот, как бы, чем шире плечи, тем больше для нас. Мужчина, все, я не могу. Да, то есть нет, в принципе, наоборот, на брутальных очков тянуть должно. Но это же не происходит, а реально страшно. Нет, ну страшно, так говоря, мне страшно. Страшно, но хочется, да? Вены торчат, блин. Я не хочу, чтобы у меня так же торчали, а не говорят. Ой, блядь. Ну, Саша, ты просто не был на месте девушки. Ну, слава богу. Хотя есть операции, делают мужчины непонятные. Ну, через год же, вот девушка к тебе пришла на тренировку, да? Через год она не превратится в такую же, как ты. А с чего она не превратится? Конечно, превратится. Приходите, девушки, к Саше на тренировки. У меня будет борода такая, будет болтаться. Не, на самом деле, куча стереотипов, блин, и боязни у людей. Опять же, это все от чего? От незнаний. Все от незнаний, от переживаний и от каких-то комплексов. Мой совет вам, опять же, выбирайте тренера по критериям, которые я вам посоветовал. Было и заслуги, возможно, и подопечный, которые у него хорошо спрогрессировали, да? Или вот его внешний вид, скажем так. Чтобы у него жопа там не была ширеплечной, хотя бы уж. Умение сесть на уши, оно здорово отличается от знаний. Поэтому, опять же, то, что тренер хороший вам собеседник, это вовсе не значит, что он вам даст, скажем, хорошее тело. Тоже неплохо, когда тренер хотя бы психолог. Ну, многие приходят, извините, перебиваю. Многие приходят. По мере психотерапевтам ходят и транквилизаторы пьют. А у нас может просто тренажерку ходят. И тратата, тратата, тренер. Узнаешь про все, там целый час. Тратата, тратата. Дорогие друзья, сегодня мы, Катя, побывали в гостях у Александра Щукина. Вот честно сказать, вот три упражнения, топ-3, да, лучших упражнений для женской половины человечества, мы из него выжили. Но это мало, Саша, с тебя еще какие-нибудь упражнения. Вот мы тебе заставим подумать, Анна, это прекрасная половина человечества. А то все, знаешь, у тебя такой мужской подход, лексикон поменяется как раз к следующему ролику. И может быть какие-то упражнения у тебя появятся. Такие интересные какие-нибудь. Ну, такие, знаешь, нетипичные. Подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки и оставляйте в комментариях вопросы Александру Щукину. Эти вопросы могут быть от девушек и от юношей, там, от мужчин. Какие хотите вопросы, он выберет топ-3 самых интересных, на его взгляд, вопроса, озвучит их в следующем ролике и также выберет победителя, которому что? Дадим. Которому мы вручим вот этот приз. И вот этот замечательный подарок достанется просто тому, кто задаст Саше Щукину самый интересный вопрос. Всем пока. Ну, конечно, мой кореш получит его. Дошучу все по чесноку.